Всем привет из Украины! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас видеть на канале Лилия Франс. Сегодня я отвечу на вопрос, который мне задавало очень много моих зрителей за вот эти вот три недели, когда я приехала в Украину. В общем, вопрос состоит в том, что мне здесь нравится. Некоторые из вас писали, что Лиля, да, лучше забрать маму, да и все здесь продать и никогда сюда не приезжать. Многие писали, когда ты наконец-то уже вернешься, что здесь тебя держит и сколько ты здесь пробудешь и так далее, и так далее, и так далее. Но как бы ни звучала формулировка вопроса, основная цель это узнать, что же мне здесь нравится. Потому что я, несмотря где бы я ни находилась, Франция, Украина или какая-то другая страна, я всегда говорю, что мне хорошо везде, мне нравится везде. И что касательно Украины, здесь, конечно, есть некоторые нюансы. Что мне больше всего нравится? Мне нравятся люди, которые здесь живут, потому что это очень сильные люди, достаточно крепкие именно морально. Я не говорю о каких-то физических качествах, надеюсь, вы меня понимаете. И я вижу, что какая бы ситуация ни была в стране, какие бы ни были у людей проблемы, какие бы ни были там разные жизненные ситуации, они всегда находят в себе силы не сложить руки, не сидеть, не ныть, не… Ну, в общем, ищут выход из сложившейся ситуации. И как-то даже несмотря на все сложности, которые в стране, люди действительно смотрят на этот мир с позитивом. И это достойно уважения. И кто бы что там ни говорил, что там такие рассякие и так далее, и так далее, я даже ничего этого слышать не хочу. И не могу я это слышать, потому что это неправда. Люди действительно сильные духом. И, ну, в общем, для тех, кто не жил никогда за рубежом, я не имею в виду тех, кто, ну, просто выезжал там или на какие-то заработки, или там по туристической путевке, а я имею в виду людей, которые живут там на протяжении нескольких лет. Не короткого периода, а действительно нескольких лет. Вам очень трудно понять разницу, потому что, когда ты живешь в стране, ты видишь ежедневно это все, ты этого не замечаешь. Я, пожив и здесь, и там, я вижу, насколько иностранцы слабые по силе духа. Если бы их вот застали такие проблемы, мне кажется, они бы не стали даже бороться, а просто-напросто побежали бы сразу ложиться в землю. И, ну, в общем, жить им бы не хотелось, поскольку я вижу, что когда люди встречаются там с проблемами, ну, на 20% тех, которые люди имеют здесь, и они впадают в полную истерию, они ищут выход у психолога, и, ну, в общем, для них это какая-то трагедия. Как бы основной такой, ну, такие небольшие там проблемки, какие-то там, может, семейные дела, или какие-то там болячки, они, конечно, всегда говорят, сова, сова, все хорошо. Но если действительно серьезная проблема, глобальная вот такая вот, то они просто-напросто, у них нету этой силы, чтобы выстоять. Вот это я вам могу сказать, как человек, который живет в эмиграции, и который жил, и я родом из России, живу, жила, вернее, достаточно длительный период в Украине, как бы есть мне с чем сравнивать. Затем, что мне еще нравится здесь, во-первых, я буду говорить, ну, про город Сумы, в который я приезжаю, я же не могу про все города Украины рассказать. Мне нравится, что город поднялся, он летом весь полностью озеленен, много цветов, открылось много кафе. Цены, вы знаете, от, в общем, могут люди посещать те же самые кафе с небольшим достатком, и есть для людей с достатком. Очень красиво в городе, очень много реставрируется, налажены дороги. Ну, в общем, город похорошел, и я за это горжусь, мне это нравится. И очень много из людей, с которыми я вот общаюсь на протяжении последних двух лет, и они говорят, что лучше города Сумы никакого нету, и если я там поеду куда-то, например, даже за границу, потому что сейчас очень многие работают в Польше, раньше как-то было повалено Португалия, Италия, Испания, то сейчас очень многие работают в Польше. Они говорят, что да, на заработки да, но жить я вернуться хочу сюда. И вот это, конечно, тоже мне очень нравится, и тоже мне приятно. У меня тоже, я надеюсь, ну, вернее, как не надеюсь, я думаю, что кто постоянно меня смотрит, не пропустил это видео, когда я рассказывала, что у меня есть такая мечта, когда мы вырастим детей, и как бы мы будем старенькие с мужем, и будем идти на пенсию, то я бы хотела на этот период вернуться в Украину. Потому что я верю, что все здесь будет хорошо, все успокоится, и, ну, в общем, жизнь наладится плохо, и темной полосы, ну, всегда быть не может, это однозначно. Затем по поводу транспорта хочу сказать. Тоже в нашем городе сейчас очень много троллейбусов, и это самый такой экономный вид транспорта, и они не забитые, маршруток тоже очень много. Столько, что, мне кажется, даже, ну, и пяти минут ты на остановке не постоишь, ты можешь выбрать и сесть в маршрутку и поехать. Также такси появились от эконом-класса, там, ну, не очень дорогие машины там приедут, и где посадка дешевая, как до элитных. И в службе такси прям так и есть тариф эконом, тариф средний и тариф вот этот элитный. Это тоже мне нравится, потому что когда я вот в этот период, я старалась, конечно, очень много ходить пешком, потому что, ну, как бы это и для здоровья хорошо, и, как я вижу, ну, именно по моим вот этим всем заболеваниям мне нужна ходьба, она мне просто показана. И, ну, тем не менее, когда мне нужно было делать какие-то закупки, я звонила вот водителю, который там маме помогает, который меня с Борисполя возит. Но в этот раз, наверное, за все время, за все годы, что я сюда приезжаю, я меньше всего его беспокоила. Такси я вызывала раза два или три. Когда, ну, так получалось, что были очень хорошие скидки, я там покупала тяжелые, что соки, вот они тяжелые, там какое-то масло подсолнечное. И мне нужно было ехать, естественно, я как бы пользовалась. Выходишь, и там стоят вот ребята, и сразу садишься, они тебе помогают все загрузить, и ты едешь, и как бы можно найти такси, чтобы недорого заплатить, как бы даже вот этот вид транспорта. Также я заметила, что в городе все больше и больше, ну, наверное, благодаря тому, что многие действительно, ну, как я уже сказала, в Польшу выезжают или в какие-то другие страны на заработки, появилось очень много таких классных автомобилей, открылось много мебельных салонов. И как бы цены по мебельным салонам тоже недешевые, кухонные, и, ну, разные гарнитуры делаются. Нравится, что здесь можно прийти и заказать мягкий уголок, мягкий уголок, мягкую мебель. Во Франции можно тоже это сделать, но это нужно быть очень богатым человеком, чтобы осилить, оплатить то, чтобы к тебе вот пришли и замеряли тык-впритык, там, какая у тебя площадь, чтобы закругленный был. Ну, короче, это получается какая-то супердизайнерская вещь, и стоит эта эксклюзивная модель, и стоит это в разы, в разы, в разы дороже того, что можно купить там в Кастораме или в Карфораме, или в той же самой Икеа. Здесь, в Украине, чуточку дешевле готовая, и не так уж дороже стоит, если ты делаешь на заказ. В общем, позволить, откладывая там какие-то деньги. Ну, в принципе, так, наверное, все люди нормальные, среднего класса делают, что никто не бежит. Это, наверное, только богатые люди могут сразу там две машины купить, мебель поменять сразу в доме, ремонт закончить и так далее. Также я заметила, что строится очень много домов. Это значит, что есть спрос, что люди покупают эти квартиры. И у меня вот тоже знакомые, которые купили квартиру, которые делают в ней ремонт, которые переехали там, и котельная своя. Ну, в общем, квартиры, жилье идет именно от еврокласса. Такое, где нет центральное там общее отопление, что ты можешь регулировать все. И квадратура, в общем, планировка тоже более такая интересная. Ну, в общем, очень много плюсов, и мне очень много, что здесь нравится. Также вот сегодня я возвращалась, я была в аптеке, в центре, и подошла к остановке, подъехал троллейбус. Я туда села, в этот троллейбус, новые троллейбусы в город закупил. Они ничем не отличаются тех, которые даже, ну, вот во Франции у нас тоже, это электронное табло, места для инвалидов, куда можно, и для колясок. В общем, большая широкая площадь, что там, ну, в троллейбус приятно заходить и приятно садиться. Это всего стоит гривна 25. И что мне понравилось, что как бы, если где-то буквально недели-две назад еще люди такие пасмурные, такие похмурые ходили, то сейчас, знаете, вот женщины постарше у них вот слышат, начинают там, ой, а ты видела, там вот в том магазине будут акции, и нужно будет к Новому году там рыбки прикупить, там шпротика взять, там майонезика. Другая говорит, ой, а что ты будешь готовить, я там салат в интернете нашла. В общем, позитив от людей идет, несмотря на то, что цены безумно поднялись, несмотря на то, что сейчас вот этот снегопад, который идет, дороги заметенные, как бы в квартирах не очень тепло. Ну, есть, конечно, какие-то минусы, но люди все равно, но они смотрят светлыми глазами на этот мир. Вот это вот, это достойно великого уважения, ну, это мое мнение, на мой взгляд. Девчонки вот помоложе тоже, наверное, или школьницы, или студентки, потому что молоденькие, ой, а я там видела, ну, называют там универмаг наш, в котором, так вот там, вот там, вот там, такие классные платья, нужно будет посмотреть к Новому году. Ну, в общем, от людей нету негатива, от людей нету негативных каких-то эмоций. Конечно, не все с вот такими вот улыбками, как я говорю, на 36 зубов. Можете меня хоть запоправлять. Я знаю, что у людей 32 зуба, но у меня просто такая, ну, поговорка, так скажем. Не все вот так вот лыбятся, но, тем не менее, какой-то вот этой вот озлобленности дикой я не заметила. Что не нравится, тоже хочу сказать, очень не понравилось то, что вот этот жуткий скачок цен. Ну, живя за границей, у нас тоже повышаются цены, у нас тоже, ну, есть тоже какие-то такие вот моменты, которые, ну, не очень приятные. Но оно как-то все делается очень плавно. Вот ты не замечаешь, ты начинаешь замечать это тогда, когда ты на ту же самую сумму, если ты раньше вывозил целую телегу, и они там в разы больше, чем здесь в супермаркетах, и она у тебя была с горой набитая, то сейчас за эту цену у тебя на донышке. И только тогда ты начинаешь замечать, насколько все подорожало. А когда ты как бы в этом месяце купил, ну, ну, там на 10 центов подорожало, ну, на 4 цента подорожало, в следующем месяце снова на 4 подорожало, снова там на 7, на 10 подорожало. И как бы люди не имеют вот этого стресса, который вот я лично поимела здесь. Поскольку вот, что еще я хочу сказать, это в прошлом году я с оплатой коммунальных услуг за 4 недели потратила, у меня было, кажется, 3 300, чуть больше 3000 гривен, при том мы с мамой питались нормально. Я не считала то, что там лекарства, я не считала оплату домработницы, я не считала оплату водителю, что если я куда-то ездила, это сюда не считалось. Я считала только квартплата, проезд на маршрутке, на троллейбусе, покупка продуктов, покупка каких-то там моющих средств, оплата мобильных телефонов, пополнение счетов. Ну, в общем, у меня получилось 3 300. Я говорила, что вот мы с мамой 2 взрослых человека, конечно, это без оплаты детского садика и так далее, школы и так далее, вот мы смогли вполне нормально, покупая продукты и какие-то косметические, бытовую химию по акциям, мы смогли прожить на эти деньги. И чему я была очень довольна, у меня было это видео, меня, конечно, очень много там обсудили, закидали помидорами, камнями и яйцами, что это ненормально, это неестественно. В этом году, за 3 недели, которые я здесь, я уже потратила ровно в 4 раза больше. И, конечно, да, кто-то там меня подкалывает, ой, ну что же у тебя, таких денег нету. Знаете, дело не в том, есть у меня или у кого-то эти деньги. Дело в том, что через 8 месяцев, вот так вот поднять, чтобы вот так поднялись цены, это ненормально. И при том, что когда вот эти цены поднялись буквально вот за несколько дней, и они, ты ходил, покупал сок, он был, стоил там 16-18 гривен, и ты пришёл вон за 25, я считаю, это ненормально. И вот это вот мне, конечно, не нравится. Но, тем не менее, не хочу я на негативной ноте заканчивать. Желаю всем приятных, хороших выходных, прекрасного предновогоднего настроения, и только позитивных, и хороших мыслей, эмоций. И давайте будем, как бы там ни было, смотреть на этот мир светлыми глазами. Ну и до новых встреч на моём канале. Пока-пока!